Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш лекторий онлайн. И сегодня речь пойдёт об одном из представителей русского живописного авангарда, о Павле Филонове. Конечно, творчество этого художника очень специфично. Наверное, можно сказать, что это не тот художник, который нравится всем. Его художественный мир, конечно, может быть и пугающим, и отталкивающим. Но нельзя отрицать, что это важнейшая фигура в истории русского авангарда. И его художественная концепция, концепция аналитического искусства, как он её сам называл, в общем-то, стала одной из самых самобытных в истории русского авангарда. Павел Филонов родился в 1883 году в Москве в очень простой семье. Отец – извозчик, кучер, мать – прачка. Поэтому Филонов сам себя называл интеллигентом в первом поколении. Так он себя обозначал. Родители достаточно рано умерли. Отец – в 1887 году, когда Павлу было 4 года. Мать – в 1894, когда Павлу было 11 лет. О нём заботилась старшая сестра. И рисовать он начал достаточно рано. И даже сохранился, что не про каждого художника можно сказать, но вот у Филонова сохранился такой вот детский рисунок «Домик в Москве». Так условно он назван. Рисунок, который он выполнил как раз в возрасте 11 лет. Филонов окончил живописно-малярные мастерские в Петербурге. Затем учился в частной художественной мастерской академика Дмитриева Кавказского. Некоторое время учился и в Академии художеств в Петербурге. В 1900-х годах, когда уже начинает складываться творчество Филонова-художника, в этот период он много путешествовал. Он бывал в Европе. Денег у него, конечно, не было, поэтому как он путешествовал? Он подрабатывал в дороге, опять же, как художник. И вот эти вот заработки позволяли ему перемещаться из одного пункта в другой. И особенно важным, конечно, для Филонова было паломничество в Иерусалим. Точные даты этой поездки неизвестны. Но, во всяком случае, это 1900-е годы. А так в разных источниках действительно приводятся разные данные. И маршрут такой был действительно протяжённый. Одесса, Варна, Константинополь, Старый Афон, Яффа и Иерусалим. И опять же, в дороге он подрабатывал как художник. И, в частности, подрабатывал тем, что писал иконы для паломников. Сам Филонов изначально, по крайней мере, был человеком верующим, православным. Потом, с Первой мировой войной, его мировоззрение изменилось. Но, тем не менее, формировался он именно в православных традициях. И из написанных им икон сохранилась одна, датируется 1908-1910 годами. Это икона с изображением святой великомучницы Екатерины. И в предыдущих лекциях мне уже приходилось много раз говорить о том, что начало XX века – это повышенный интерес к иконе, особенно к древнерусской иконе. Это было связано со многими факторами, с интересом к истокам русского искусства, к так называемым примитивам. И икона воспринималась именно вот в этом ряду русского искусства примитивов. Икона – это искусство, не классическое. Язык иконописи, конечно, отличается от языка классического искусства. И это тоже была такая тенденция в искусстве того времени, что искусство должно отказаться от традиций, опять же, ученого классического искусства. Икона не подражает земному миру. И опять же, да, это одно из направлений, поисков и художников начала XX века. Многие из них идут по пути отказа от подражания природе. Поэтому интерес к иконе действительно испытывали очень многие художники. Тем более, что, как я уже говорила, древнерусские иконы в этот период начали активно реставрироваться, расчищаться от слоя потемневшей олифы. И, соответственно, изображения на них, иконные образы, были впервые за много веков явлены зрителю. Поэтому действительно художественный язык иконы был воспринят многими художниками, в том числе и авангардистами. Это и Наталья Гончарова, и Михаил Ларионов, и Казимир Малевич. Но вот что касается Филонова, здесь перед нами не картина, написанная под влиянием иконы, как было у других художников, а именно икона, причем она достаточно канонично, выполнена в такой каноничной манере, в каноничной традиционной технике. Дерево, паволоко, левказ, грунт. Иконописная традиция, в общем-то, органично вошла в творчество Филонова. И целый ряд его картин и этих лет, и более позднего времени, в общем-то, напрямую отсылает нас к языку иконы, ну и можно говорить шире к библейским сюжетам. Одна из таких работ – это «Поклонение волхвов» 1912-13 года. В общем-то, само название картины напрямую отсылает к библейскому сюжету, к иконному сюжету. На переднем плане мы видим фигуру женщины с ребенком. Ну и, естественно, название картины сразу задает как бы вектор восприятия. Эта женщина с ребенком может восприниматься как Мадонна с младенцем Христом. Здесь есть и фигура, которую можно интерпретировать как Иосифа, мужа Девы Марии. Да, вот подальше изображен такой человек с седой бородой. В принципе, сюжет святого семейства очень традиционен. Не столько, может быть, для иконописи, сколько для западноевропейской религиозной живописи. Святое семейство – изображение Мадонны с младенцем, и рядом с ними может изображаться и Иосиф, младенец Христос в окружении своих родных. На дальнем плане мы видим фигуры всадников, но они изображены в казачьей форме, и тем самым как бы библейские события переносятся в современность, связываются с эпохой, к которой принадлежал сам художник. Есть сведения, что эта картина была навеяна случаем, который произошел с Филоновым во время поездки в Иерусалим. На пароходе он встретил еврея с девочкой. Это люди, которые бежали от еврейских погромов, бежали в Иерусалим из Кишинева. Так что здесь действительно библейские события напрямую связаны с современностью. И, в общем-то, самоощущение какого-то страдания, какой-то напряженности, оно, в общем-то, чувствуется в самих сложных ракурсах, вот эти сложные развороты, в которых даны фигуры. Страдальческое выражение лица женщины. Иосиф, если условно считать этого персонажа Иосифом, тоже делает какие-то отчаянные жесты руками. То есть библейское и современное. Еще раз повторю, здесь сплавляются воедино. Современность воспринимается как бы сквозь призму вечности. В это время Павел Филонов входит в группу художников «Союз молодежи». Это объединение художников, петербургских художников, в которое входила и Ольга Розанова, художница, о которой на предыдущей лекции шла речь. И в 1913 году «Союз молодежи» объединяется с группой поэтов-футуристов под названием «Гелея». Ну вот здесь на фотографии представлены члены «Союза молодежи». Павел Филонов, он изображен крайний слева в полный рост, вот здесь он самый высокий. Дальше правее Михаил Матюшин, один из основателей «Союза молодежи». Чуть ниже, сидящий в полоборота, это Алексей Крученых. Это представитель группы «Гелея», одна из самых ярких фигур среди поэтов-футуристов. Далее с усами Казимир Малевич и Иосиф Школьник, театральный художник. Это фотография как раз 1913 года, когда «Союз молодежи» объединился с «Гелеей». И результатом этого объединения было плодотворное сотрудничество поэтов-гелейцев и художников-представителей «Союза молодежи». И сотрудничество это выражалось в первую очередь в книгоиздательской деятельности, в области оформления книг. Потому что 1910-е годы стали тем периодом, когда поэты-гелейцы, поэты-футуристы разворачивают действительно активную книгоиздательскую деятельность, издают множество своих книг, и эти книги оформлялись художниками-авангардистами. В том числе в этой работе участвовал и Павел Филонов. И из всех поэтов-гелейцев, конечно, наиболее близок ему был Велимир Хлебников. И Филонов оформил одно из изданий Хлебникова под названием «Изборник стихов». Велимир Хлебников изображен здесь вот на этой фотографии, которая здесь представлена. И действительно, Хлебников и Филонов как-то сразу ощутили какое-то, наверное, внутреннее родство. Потому что они очень... У них много общего. Оба они были одержимы искусством. Оба были людьми, можно сказать, не от мира сего. Каждый из них был по-своему чудаковат, нелюдим, замкнут. Оба они вели такой аскетический образ жизни. Так что, в общем-то, действительно, у них было немало общего. Павел Филонов создаёт иллюстрации к изборнику стихов Хлебникова. И он же выполняет вот этот вот рукописный текст. Само название «Изборник» отсылает нас, наверное, к древнерусской традиции, к традиции древнерусской литературы. И, в общем-то, такая архаическая устремлённость, она была характерна и для многих художников, представителей Союза молодёжи, и для поэтов-футуристов, хотя они и называли себя футуристами, то есть людьми будущего. Но, тем не менее, это не мешало их и такой вот архаической направленности. И сам Хлебников увлекался славянской историей, славянской мифологией, историей русского языка. То есть в этом такая вот тоже архаичность его мировоззрения проявлялась. И вот этот изборник стихов Хлебникова состоит из двух частей. Одна набрана типографским способом, сам текст я имею в виду, а вторая часть выполнена в технике литографии. То есть именно разворот вот этой второй части здесь и представлен. И опять же, поскольку многие художники-авангардисты оформляли книги поэтов-футуристов, то мне уже много раз приходилось говорить о феномене вот этой русской футуристической книги. Но, наверное, стоит ещё раз повторить, что вот этой рукописности книги поэты-футуристы придавали особое значение. Опять-таки, да, во-первых, это придаёт вот этим футуристическим книгам некую архаичность, да, то, что было важно для футуристов. Ну и кроме того, типографские буквы, буквы, набранные типографским способом, воспринимались этими поэтами как безличные, да, серые, одинаковые, как солдаты в строю. А когда текст рукописный, то это больше выявляет индивидуальность пишущего, да, почерк передаёт характер, опять же, того, кто выполнил, да, вот этот рукописный текст. Почерк передаёт его эмоциональное состояние. Вот, но у Филонова здесь, наверное, дело не только в этом. Здесь можно обратить внимание на сам характер написания букв. По сути, да, целый ряд букв, ну вот в частности, на этой странице, которая здесь представлена, буквы не просто обозначают определённые звуки, да, а буквы становятся как бы картинками и диаграммами, да. Буква обозначает не звук, а можно сказать целое слово. Ну вот, что я имею в виду, да. Например, в слове «гадюка», да, заглавная буква «г» имеет такие вот характерные, змеевидные, да, извилистые очертания. То есть вот эта буква «г» в слове «гадюка» становится действительно как бы такой иконкой, и иероглифом, да, и диаграммой, которая обозначает всё слово, да, или, скажем, всё явление целиком, да, животное, которое обозначено этим словом. Буква «ю», например, да, в слове «дугою», она тоже имеет такой вот дугообразный изгиб, да, то есть буква «ю» как бы превращается тоже в такую вот дугу. В слове «шиповник» буква «ка» как бы обрастает такими шипами, колючками, да, то есть эта буква, опять же, не просто обозначает звук «ка», да, а обозначает шиповник, опять-таки, целое явление, предмет, который обозначен этим словом. И подобный приём филонов использует очень часто. Ну, вот ещё один такой пример страницы, да, где слово «перун» оформлено такими вот стрелами, да, «перун» – бог грома и молнии, поэтому вот таким образом оформленные буквы вызывают действительно прямые ассоциации, да, вот с этим древнерусским богом. Вот, ещё один пример, да, в слове «перун», опять же, вот такая буква «п», да, заглавная буква «п», которая напоминает молнию. И помимо всего прочего, такое вот идеографическое письмо, да, как это обычно называется, буквы, напоминающие иероглиф, буквы, обозначающие целые явления, это позволяет сделать текст более понятным, в том числе и носителем разных языков, скажем так. И для Хлебникова эта идея была чрезвычайно важна, потому что это был поэт такой вселенской направленности, да, это поэт, одна из проблем, которая его волновала – это поиски вселенского языка. Хлебников действительно был очень интересной, очень разносторонней личностью. Он увлекался историей, он увлекался математикой, он искал какие-то закономерности, математические закономерности в истории, да, он сравнивал даты разных исторических событий и пытался найти в этом какие-то определенные математические закономерности. Его можно назвать и лингвистом, да, его очень интересовали проблемы истории языка, корней языков, да, и в том числе и то, что роднит разные языки. Поэтому он мечтал действительно о вселенском языке, о языке, который будет понятен представителям разных народов. Вот, ну, а иллюстрации Филонова к этой книге тоже имеют такой несколько архаизированный, да, примитивистский характер. Ну, опять же, такие примитивистские тенденции были очень характерны для русского искусства, и не только русского, начала XX века, да. В русском искусстве складывается целое направление неопримитивизма, в русле которого работал и Михаил Ларионов, и Наталья Гончарова, и в какой-то степени эта тенденция затронула и творчество Филонова. Хотя Филонова абсолютно невозможно причислить к какому-то конкретному направлению в искусстве. Это художник абсолютно оригинальный, самобытный, ни на кого не похожий, хотя, конечно, точки соприкосновения у него есть с разными направлениями в искусстве. И еще одна проблема, которая волновала и поэтов-футуристов, и художников-авангардистов начала XX века, в том числе и Филонова, это проблема Востока и Запада. Опять-таки поиски корней русского искусства, его истоков, закономерно ведут внимание деятелей культуры к проблеме Востока и Запада. В этот период русские художники склонны были связывать истоки искусства вообще, и истоки русского искусства, в частности, именно с Востоком. Хотя, конечно, многие художники воспринимали влияние традиции западного искусства, но всегда стремились как-то по-своему их интерпретировать, придать им какую-то национальную окраску. И поэтому такая вот устремленность на Восток, интерес к восточному искусству – это тоже была действительно важнейшая тенденция в искусстве этого периода. И у Филонова две картины образуют своего рода диптих. Они перекликаются друг с другом. Одна из них называется «Запад и Восток», и другая, соответственно, «Восток» и «Запад». То есть обращение к этой коренной проблеме эпохи. И прежде всего в этих картинах, конечно, обращают на себя, опять же, библейские ассоциации, мотивы древнерусской иконописи, если уже понимать эту проблему. Картина «Запад и Восток», которая здесь расположена вверху, слева, в основе сюжета этой картины, вот фигуры, люди, плывущие на корабле, этот сюжет, в общем-то, отсылает к традиционной христианской иконографии, к иконному сюжету «Корабль Веры». Ну вот как пример я привела икону довольно позднюю, конца 17-го, начала 18-го века. И «Корабль» – это символический образ в христианском искусстве. Этот образ связан с определенной символикой. Ну, прежде всего, «Корабль» – это вера, это символ веры в Христа. «Корабль», конечно, ассоциируется с Ноевым ковчегом, на котором вот это избранное семейство спаслось от всемирного потопа. То есть это, опять же, символ веры, да, и символ спасения. Кроме того, «Корабль» – это церковь, христианская церковь. Главная часть христианского храма называется «Нев», да, что восходит к слову «Навис», которое и переводится как «Корабль». То есть символический храм, христианские храмы – это «Корабль». Это «Корабль», который, опять же, по морю житейской суеты несет человека к спасению. Да, то есть «Корабль» – это вера, это церковь, это символ спасения. Также на картине Филонова присутствуют рыбы. Ну, опять же, люди плывут по морю, да, в море плавают рыбы. Рыба – это, опять же, традиционный символ. Рыба – это символ Христа. Может быть, не сразу понятно почему, но на самом деле это имеет вполне такое четкое логическое обоснование. Дело в том, что первые буквы слов во фразе «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель» образуют анаграмму «Ихтис», да, а «Ихтис» – это рыба. Поэтому рыба – это ранний, еще раннехристианский символ, действительно, Христа. То есть образ рыбы появляется действительно еще в первые века христианства, в раннехристианском искусстве. Да, вот такой вот рельеф из катакомб святого Себастьяна в Риме. Катакомбы – это места, где собирались первые христиане, где они совершали богослужения, где они скрывались от преследований римлян, потому что первые века христианство было религией гонимой. И вот в этом вот рельефе можно видеть изображение рыбы, да, такое вполне определенное. Можно видеть изображение инициалов Христа, это так называемая хризма, Х и Р, да, две буквы. Здесь точно так же изображение рыбы и хлеба. Образ, опять же, напоминающий о Христе. Хлеб – это причастный хлеб. Ну и, может быть, напоминание о чуде Христа, когда он питью хлебами, да, и двумя рыбами, если не ошибаюсь, напитал великое множество людей. Да, то есть здесь тоже появляется образ рыбы. Ну и вот в этом рельефе, да, также есть изображение якоря. И якорь, опять же, если вернуться, даже их тут два якоря представлены вот на этом корабле. То есть якорь тоже христианский, символический образ. Якорь – это символ, опять же, символ надежды на спасение. Да, наверное, вот так вот это можно истолковать. Вот рыба, да, также, кстати, это и символ крещения, потому что рыба плавает в воде, да, а вода необходима для обряда крещения, да, плюс символ вечной жизни – вода, да, это символ вечной жизни, которую дает Христос. Ну и плюс апостолы Христа были рыбаками, да, а Христос сделал их ловцами человеков, ловцами человеческих душ. То есть такой вот сложнейший пласт христианской символики можно усмотреть вот в этой картине Филонова. Ну а персонажи второй картины, «Восток» и «Запад», которые представлены внизу справа, они напоминают, наверное, тоже библейских персонажей, волхвов, может быть, которые пришли поклониться новорожденному Христу. Здесь три персонажа, так вот они достаточно богато одеты, да, в таких вот богатых одеждах. Часто изображаются именно эти библейские персонажи. Тем более, что движутся они как бы справа налево, да, то есть с востока на запад, если брать традиционное, да, расположение сторон света на географической карте. Движение справа налево – это движение с востока на запад. Ну и библейские волхвы тоже пришли с востока, да. Персонажи картины «Запад» и «Восток». В таком случае, да, как бы вот в контексте вот этого диптиха могут ассоциироваться, может быть, и с пастухами тоже, да, те, кто пришли поклониться младенцу Христу, тем более, что одеты они просто, да, гораздо беднее, да, чем вот эти вот, условно говоря, волхвы. Вот здесь, по сути, да, перед нами такие вот русские крестьяне, которые направляются, наоборот, на восток, да, может быть, стоит это истолковать, опять же, как поиск восточных корней, да, обращения к востоку. Идея, которая, опять же, была важна для этой эпохи. Да, здесь уже как бы пласт не библейский, а связанный вот с эпохой, в которую жил сам художник. То есть, опять же, библейская и современная. Вот, ну и общий смысл вот этого диптиха, да, наверное, трудно истолковать, но во всяком случае, вот как-то навстречу друг другу, да, движутся эти персонажи, если вот именно так их располагать относительно друг друга. Так что, может быть, это идея как раз встречи Запада и Востока. Вот, в этот же период в творчество Филонова входит тема города. Опять же, группа «Союз молодежи», к которой принадлежал Павел Филонов, в чем-то восприняла традиции футуризма, итальянского футуризма. Это направление, которое складывается в итальянской живописи в начале XX века. И итальянские футуристы, для них тема города является одной из главных, да, потому что итальянский футуризм связан с культом города. Город для них – это воплощение всего, что было для них важно, воплощение того, что было для них ценно. Город – это мир скорости, мир цивилизации, мир техники, прогресса. Вот эти идеи итальянским футуристам были очень близки, потому что итальянские футуристы были футуристами в полном смысле слова, то есть людьми, устремленными в будущее, в отличие от таких вот архаичных русских футуристов. Поэтому футуристы обращаются к теме города. И русские футуристы, да, русские художники, в том числе и представители союза русской молодежи, тоже эти идеи восприняли. В прошлый раз я говорила об Ольге Розановой и показывала вот эти ее картины, тоже посвященные городской теме. Образ города у нее предстает как динамичный, потому что футуризм – это культ скорости. Футуризм всегда стремится передавать объекты в динамике. И городской мир у Розановой тоже динамичный. Но то, чем картины русских художников-футуристов отличаются от итальянцев, это такое драматичное решение или даже трагичное, можно сказать, решение городской темы. Для футуристов итальянских город – это мир, в котором они органично себя ощущают. А у русских футуристов, вот у Розановой в частности, город – это мир враждебный по отношению к человеку. Он очень мрачный, зловещий. Человек на картине слева из собрания Нижегородского художественного музея. Человек представлен как такая маленькая фигурка, абсолютно задавленная вот этими зловещими черными домами. И, в принципе, городская тема у Филонова решается в очень похожем ключе. Только акцент он переносит именно на тему человека и города. У Розановой это в большей степени все-таки городской пейзаж. И фигурки людей либо отсутствуют вовсе, либо играют какую-то подчиненную роль. А у Филонова здесь персонажи, образы людей играют роль гораздо более активную. Но, опять же, городское пространство здесь тоже представлено. И представлено, опять же, в таком довольно пугающем и зловещем виде. Город, опять же, такие динамичные дома, смещённые со своих привычных позиций. Вот эти вот зловещие чёрные провалы окон, такое ощущение, что дома эти пустые, необитаемые. И вот эти вот персонажи, очень условно изображённые, очень обобщённо, без деталей. В какой-то степени это напоминает приёмы французских кубистов. Вот такое вот геометризированное, обобщённое изображение объектов, в том числе и человеческих фигур. Но сходство здесь, в принципе, чисто внешнее. Филонов воспринимал кубизм скорее отрицательно, о чём несколько позднее я буду говорить подробно. Но некое внешнее сходство с картинами кубистов здесь действительно присутствует. Фигуры абсолютно, как я уже сказала, обобщённые вплоть до того, что лишённые даже пола. Филонов – художник, который мыслит глобальными, вселенскими категориями. И герои его картин, конечно, это не конкретные люди. И даже не мужчины и не женщины. Это люди вообще. Его интересуют проблемы общечеловеческие. И фигуры выглядят абсолютно какими-то деформированными, гротескными. Это выражение, наверное, страдания. Городской мир у Филонова – это мир, который, опять же, подавляет человека. Это мир, который причиняет человеку боль. Велимир Хлебников, поэт, близкий Филонову, назвал Филонова певцом городского страдания. И, в общем-то, вот эту идею в полной мере выражает вот эта картина. Еще одна картина Филонова на близкую тоже тему человека в городе – это перерождение интеллигента или второе ее название – перерождение человека. Трудно сказать, какое из них более правильное. Но главный персонаж действительно изображен в такой интеллигентной одежде. Вот он представлен в центре, в правой части картины. У него галстук, такая шляпа, как характерная примета интеллигента. Но образ абсолютно какой-то, опять же, образ деформированный. Образ как бы распадающейся фигуры интеллигента распадается на множество фигур. Это приемы, которые очень близки к живописи итальянских футуристов. Это позволяет такое вот умножение одной и той же фигуры. Позволяет передать человека, изобразить человека в динамике. У Филонова здесь задача, наверное, несколько другая. Показать человека, который утратил свою цельность. Образ человека, как бы, благодаря этому становится дисгармоничным. Человек, который утратил свою цельность. Человек, который утратил гармонию с окружающим миром. То есть, скорее, опять же, в каком-то вот трагическом, наверное, ключе трактуется отношение человека и города. Современный человек в современном городе. И в противоположность вот этому городскому миру, Филонов изображает мир деревни. Как раз наоборот, как мир абсолютно гармоничный, цельный. Да, очень такой светлый, красочный. Крестьянская семья, да, картина, которая имеет второе название «Святое семейство». То есть, опять же, это явная такая отсылка к религиозному сюжету. Да, опять же, женщина с ребенком, которая может восприниматься как богоматерь с младенцем. И мужская фигура, да, как, видимо, изображение Иосифа. Рядом с людьми изображаются животные. Причем у них одинаково добрые лица. Вот и про животных, да, с полным правом здесь можно сказать, что у них лица. Потому что они абсолютно очеловеченные. Что у людей, что у животных абсолютно такие вот добрые, да, глубокие, выразительные глаза. То есть, вот это вот мир, который воплощает представление художника о какой-то абсолютной гармонии, цельности. В противоположность предыдущей картине эти фигуры как раз абсолютно статичны, да, в противоположность интеллигенту, который как бы распадается на множество фигур. Вот еще одна филоновская картина на крестьянскую тему – это «Коровницы» 1914 года. Ну, опять же, такая вот, такое очень идиллическое, да, изображение крестьянского мира. Опять же, такая вот статика. Все проникнуто размеренным ритмом. Мир деревни – это мир вечных ценностей, да, поэтому филонов его трактует так вот статично. Опять же, люди и животные так вот гармонично связаны друг с другом. Ну, единственное, что фигура вот этой вот стоящей женщины, да, с ведром в руке, ну, может быть, в ней чувствуется некая обреченность, да, как-то вот у нее поникшая голова, да, бессильно опущенные руки. Так что вот это вот, может быть, немножко вносит такую трагическую нотку, да, какой-то момент напряжения вот в этот идеальный гармоничный мир. Одна из ключевых работ филонова 1910-х годов – это «Мужчина и женщина». Работа очень неоднозначная. Выполнена она в сложной смешанной технике. Причем она очень маленькая. Ну, вот в большинстве случаев я в каждом слайде указываю размер картины, да, и Филонов работал, он создавал картины разных размеров. И очень маленькие, и очень большие, но все его работы выполнены очень скрупулезно. Они очень детализированы. У Филонова никогда не бывает фона как такового, да, у него все пространство холста, ну, или в данном случае на бумаге эта работа выполнена, но это не так важно, все пространство листа заполнено множеством деталей, фигурок, да, при том, что, еще раз повторю, вот эта работа очень небольшого размера, но выполнена вот с такой вот ювелирной точностью, да, отделки каждой детали. Здесь очень сложно построенное пространство. Филонов здесь, конечно, не использует традиционную прямую перспективу. Все объекты здесь разного размера, но размер каждого объекта определяется не местоположением ближе, да, значит, крупнее и дальше, да, значит, более мелкие фигуры. У Филонова это ни в коем случае не так. Так, размер того или иного объекта определяется, наверное, скорее его важностью, да, крупнее не то, что ближе к нам, а то, что важнее. Это прием, в общем-то, средневекового искусства, да, прием и иконы традиций, которые, как я уже говорила, для Филонова были очень важны. Главные персонажи здесь мужчина и женщина. Тоже изображенные достаточно условно, но, в принципе, их можно идентифицировать, как мужская фигура слева и женская фигура справа. Они изображены на фоне, опять же, такого сложнейшим образом организованного городского пространства. И это городское пространство выглядит абсолютно хаотичным, да, какое-то хаотичное нагромождение построек. Дома, которые стоят друг на друге без всякой системы. Дома, опять же, выглядят довольно зловещими. У многих из них такие вот темные окна. На одном из окон, даже два здесь окна, да, вот этот вот дом крайний справа. Тюремные решетки. То есть городской мир воспринимается Филоновым как тюрьма. Фигуры главных персонажей, вот этого мужчины и женщины, опять же, как-то вот гротескно, неестественно изогнутые, да, неестественно как-то вывернутые конечности. Они как будто исполняют какой-то странный причудливый танец. И у меня вот такое изображение вызывает ассоциации, опять же, со средневековыми сюжетами, в частности, пляска смерти. Да, сюжет, который очень был традиционен для средневекового искусства. Это сюжет, который напоминает, да, такие изображения напоминают о бренности всего земного, о краткости и быстротечности человеческой жизни. Поэтому вот эти вот танцующие скелеты, да, конечно, на этих средневековых гравюрах, да, в данном случае перед нами гравюра, выглядит очень зловеще, да. Да, и вот какой-то очень похожий танец исполняют главные персонажи вот этой вот филоновской картины. Возникает, наверное, ощущение, что перед нами как будто какие-то марионетки, да, которых кто-то дергает за веревочки, заставляет их, да, совершать вот эти вот неестественные движения руками и ногами. И здесь действительно есть фигуры, ну, таких вот, условно говоря, кукловодов, да, персонажей, которые как бы управляют вот этим движением главных фигур. Вот эти вот кукловоды изображены в верхней части картины. Это персонажи, которых условно называют королями, ну, во всяком случае, потому что они изображены сидящими на троне, да. Хотя у них нет корон, они обнажённые, босые, да. То есть такое ощущение, что перед нами как бы не настоящие короли, а те, кто просто сели на трон и выдают себя за королей. Нижняя часть картины – это вот фрагмент филоновской картины, да, здесь он представлен вверху справа. Ну, вот у меня, да, вот эта вот часть картины филонова вызывает ассоциации с одной из работ Марка Шагала, «Продавец скота». Да, тоже некое шествие, которое у филонова разворачивается в нижней части картины. Ну, вот если вернуться, да, то я показываю вот этот фрагмент, нижняя часть картины, да. И вот здесь вот крупнее я его увеличила. Увеличила процессия, да, какие-то повозки, запряжённые лошадьми. Одна из фигур, которая сидит вот в этой повозке, и это человек в короне, причём он изображён как каким-то вот таким обречённым, да, у него обречённо опущенная голова. Вот, у Шагала на картине тоже некая процессия, причём и в том, и в другом случае есть некий момент абсурда, да, вот то, что ещё позволяет сблизить вот эти вот две работы. У Шагала процессия движется слева направо, да, но большинство персонажей обращены в противоположную сторону. Их головы повёрнуты влево. Ну, и, в принципе, у Филонова есть нечто подобное. Процессия идёт, опять же, в направлении слева направо, да, но вот один из героев сидит верхом на лошади, задом наперёд, как бы такой, Иванушка-дурачок, да, тоже вот какой-то момент абсурдности, да, присутствует и в этой части, да, вот этой филоновской работы. Но общее звучание, конечно, разное, да, вот этих двух изображений. Фрагмент филоновской картины и картина Шагала. У Шагала всё-таки образ более гармоничный. Здесь гармонично соотносятся вот эти направления, да, слева направо и справа налево. Скотину ведут на убой, видимо, да, но в животе у лошади, которую изобразил Шагал, зарождается новая жизнь, да, там он изобразил жеребёнка, то есть это рождение и смерть. Филоновская процессия, она всё-таки производит какое-то более, наверное, пугающее впечатление, да, как будто бы везут на казнь свергнутого короля. Может быть, это и есть тот король, власть которого захватили, да, свергли его, и его власть захватили вот эти вот персонажи, изображённые в верхней части картины. То есть ещё раз повторю, конечно, это образы, которым очень трудно дать однозначно трактовку. Это картина сложнейшая по смыслу. И сами отношения двух главных персонажей, мужчины и женщины, тоже, наверное, трудно истолковать как-то однозначно. С одной стороны, каждая из этих фигур самостоятельна, да, они никак не соприкасаются друг с другом. Но в то же время, то есть это можно трактовать как такую вот идею разобщённости людей вот в этом городском пространстве, да, город, который разобщает людей. Но в то же время здесь можно увидеть, как эти два главных персонажа и тянутся друг к другу. Их головы, да, их лица как бы обращены друг к другу, повёрнуты друг к другу. И очень интересные жесты рук. То есть, с одной стороны, они как бы и отталкивают друг друга, да, как бы ставят вот какую-то границу между ними, да, а в то же время как-то и тянутся друг к другу. Вот несмотря, да, вот на весь зловещий характер изображённого здесь мира, всё-таки по-своему трогательные вот эти образы, которые ищут, да, вот эти персонажи, мужчина и женщина, которые всё-таки тянутся друг к другу и ищут какого-то человеческого тепла, да, какого-то человеческого единения. Так что можно и эту идею при желании здесь усмотреть тоже. Вот. Ну, а что касается вот этих вот, условно говоря, королей, да, которые изображены в верхней части картины, то подобные персонажи становятся главными в ещё одной важнейшей филоновской работе 1910-х годов. Это пир королей. Одна из самых, конечно, таких зловещих картин Филонова. Она производит откровенно пугающее впечатление. И, конечно, когда мы видим на картине изображение пира, это всегда так или иначе тоже вызывает библейские ассоциации, да. Пир ассоциируется с тайной вечерей, с причастием. Конечно, да, перед нами здесь своего рода антивечеря, антипричастие, да, потому что никакого светлого началость в этой картине, конечно, нет. Но, тем не менее, здесь изображены 12 персонажей, что уже само по себе показательно, да. Их 12, ну, если считать и собаку, которая изображена под столом, да. Это один из 12 вот этих персонажей. Есть такой вот маленький такой карлик, да, тоже один из 12. Вот если их всех посчитать, то их именно 12. Опять же, такая абсолютно прозрачная ассоциация с количеством апостолов. Ну, и кроме того, рыба на столе, опять же, да, как я уже говорила, это христианский образ. Вот, но действительно, да, несмотря на библейский источник этого сюжета, перед нами, конечно, такая антипричастие, да. И вот как об этом сказал художник Олег Покровский, короли, вершившие мрачный обряд тризны по самим себе, власть самодавлеющая и беспомощная, потерявшая свой смысл и свою цель, да. То есть вот такие вот зловещие короли, которые вершат обряд тризны по самим себе, да. То есть вот так вот современники истолковывают эту картину. Ну, кроме того, можно вспомнить, что образы пирующих королей появляются у Ницше. В его, наверное, самом знаменитом сочинении так говорил Заратустра. Заратустра, главный герой Ницше, да, увидел королей, которые пируют в пещере. И он обращается к ним с речью, да, о том, что они, эти короли, это только ступени, да, мост для людей высших, да, для неких сверхлюдей, которые должны прийти в мир. Ну, идея сверхчеловека, да, который должен прийти в мир для Ницше, была очень важна. И сочинения Ницше, конечно, были широко известны в начале XX века, в том числе и в России. И очень многие деятели культуры начала XX века восприняли эти идеи. Поэтому вполне вероятно, что Филонову это тоже могло быть известно. Да, то есть короли как мост, как такой промежуточный этап на пути к сверхчеловеку. Эту картину иногда связывали и с предчувствием Первой мировой войны, как такой вот вселенской бойни, потому что короли филоновские действительно очень зловещие. По сути, это и есть мертвецы, да. И здесь все представлено как бы в состоянии гниения, да, в состоянии разложения. Этому способствует и цветовое решение картины, такие вот зловещие, да, сине-красные оттенки, да, цветы такой препарированной человеческой плоти. То есть действительно перед нами такие вот мертвецы, полуразложившиеся трупы. То есть может быть это действительно знак старого мира, да, который приходит к своему концу и который должен погибнуть для того, чтобы на его как бы обломках, да, появился мир новый. Многие художники, многие, вернее, исследователи, да, усматривают связь творчества филонова с традициями искусства Северного Возрождения. Ну, в частности, это и Иероним Босх, автор таких вот, да, опять же, зловещих, кошмарных сюжетов. Его картины наполнены, да, тоже какими-то жуткими, причудливыми монстрами. И вот на этой картине, кстати, «Искушение святого Антония», есть и изображение пира. Трудно, конечно, всегда в таких случаях трудно утверждать, да, насколько Филонов знал ту или иную картину европейского художника. Но во всяком случае, Филонов путешествовал по Европе, так что, в принципе, он мог видеть, да, так или иначе быть знаком и с картинами Босха, и, скажем, с творчеством Матиаса Грюн-Эвальда, автор тоже такой очень знакового произведения Северного Возрождения. Это «Изенгеймский алтарь». Да, сейчас эта работа находится в Кальмаре, в городе Кальмаре во Франции. И что сближает Филонова с художниками Северного Возрождения? И это подчеркнутый натурализм в изображении, да, в первую очередь в изображении человеческого тела. Ведь распятие Христа, да, вот как его и здесь изобразил Грюн-Эвальд, далеко не каждый художник изображает распятие и распятого Христа именно таким вот образом. Откровенно страшный, да, перед нами Христос. Его тело покрыто струбьями, утыкано, покрыто множеством ран, да, огромные колючки вот этого тернового венца. То есть это вот такая вот квинтэссенция человеческого страдания. Художники Северного Возрождения, изображая распятого Христа, именно склонны были подчеркивать, что он умер как человек. То есть в страшных мучениях, да, в страшных страданиях. И вот эти страдания, они как бы запечатлелись вот в этом облике мёртвого Христа. И вот это вот внизу, да, на этом слайде представлено, это нижняя часть Изенгеймского алтаря. То есть вот, если ещё раз вернуться, да, то есть это вот эта вот часть. Фрагментарно здесь я её представила. Опять же, окровавленный Христос с такими вот мучительно скрюченными, сведёнными судорогой, конечностями. Искусство Северного Возрождения очень эмоционально, очень экзальтированно, да, и это воспринималось как способ, опять же, почувствовать на себе, да, как бы каждый человек, созидая вот это вот произведение, мог, ну, как бы, проникнуться страданиями Христа, да, поставить себя на место Христа. И вот эту вот традицию действительно, да, и натурализм, и вот эту вот экзальтированность, эмоциональность, да, воспринял Филонов, и она отразилась в этой картине. То есть в любом случае перед нами некое пограничное, да, состояние мира между старым и новым, умирающий старый мир, да, который ведет за собой рождение нового. В этот период оформляется теоретическая концепция Филонова, уже как бы она складывается у него в полной мере. У Филонова несколько теоретических работ, их не так много, но все они очень важны. Это его ранняя статья под названием «Канон и закон». Это его манифест, где в первую очередь, да, вот в этом манифесте изложены его идеи. Это манифест под названием «Интимная мастерская живописцев и рисовальщиков сделанные картины». Да, такое вот длинное и сложное название. Ну, кратко его иногда называют просто. «Сделанные картины». Более поздняя работа, ну, чуть более поздняя идеология, аналитического искусства и принцип сделанности. Это все 1910-е годы. И вот эта вот картина «Цветы мирового расцвета», да, даже мирового, потому что Филонов произносил именно так, она в полной мере как бы демонстрирует теоретические принципы Филонова, его представление о том, каким должно быть искусство. В ранней статье под названием «Канон» и «Закон», Филонов противопоставляет два способа создания картины. Один из них, он обозначает словом «канон», и этот способ, он связывает в первую очередь с творчеством французских кубистов. И творчество кубистов у него скорее подвергается критике, вот как я уже говорила ранее, да, хотя внешне картины Филонова имеют некоторое сходство с картинами французских кубистов. Но Филонов говорит о том, что кубисты упрощают натуру, они как бы разлагают ее на геометрические элементы, и в этом Филонову видится как бы такой момент насилия над натурой. художник как бы навязывает природе свою волю, да, навязывает натуре свое представление о ней. Так что вот такое творчество, да, обозначаемое понятием «канон» у Филонова оценивается скорее отрицательно. А закон, да, второй способ создания художественного произведения, закон – это выявление тех потенций, как бы тех тенденций формообразования, которые в природе уже есть, да, то есть картина создается по логике самой природы, да, картина создается тем же способом, тем же методом, скажем так, каким природа творит свои природные органические формы, да, то есть создание картины – это процесс, подобный развитию природных форм, да, картина должна создаваться так, как природа создает живые организмы. И, в принципе, вот эта идея и стала основой филоновской концепции аналитического искусства, да, аналитической живописи. Как синоним он употребляет еще выражение «сделанная картина», да, может быть, оно не совсем удачно, потому что слово «сделанное», оно как бы не несет в себе какой-то идеи органики природности, да, но, тем не менее, Филонов понимал это именно так. «Сделанная картина» – это картина, которая создается по логике природы. То есть для Филонова художник должен подражать не формам природы, а ее методам. То есть вот таким образом он это понимал. И до аналитического искусства, как говорил Филонов, художники видели в предмете только форму и цвет. Вот те качества предмета, которые можно увидеть именно глазами. Форма и цвет. Это глаз видящий. Это то, что Филонов называл глаз видящий. И противопоставлял ему глаз знающий. Глаз знающий мастера аналитического искусства. Ну и вот здесь, наверное, стоит привести цитату, потому что лучше самого Филонова, наверное, не скажешь. Мастера аналитического искусства в своих работах действует с содержанием, еще не вводившимся в оборот в области мирового искусства. Например, биологические, физиологические, химические и так далее явления и процессы органического и неорганического мира. Их возникновение, притворение, преобразование, связь, взаимозависимость, реакции и излучение, распадение, динамика и биодинамика, атомистическая и внутриатомная связь, звук, речь, рост и так далее. То есть мастера аналитического искусства обращаются к тем свойствам, качествам натуры, которые не видны простому человеческому глазу, глазу видящему. Ну вот как Филонов это конкретизирует. Еще одна цитата, но она как раз позволяет как бы внести ясность в предыдущую. Знающий глаз, исследователя-изобретателя, мастера аналитического искусства, видит там, где вообще не берет глаз художника. Так, например, можно видя только ствол, ветви и листья и цветы, допустим, яблони, в то же время знать, или анализируя, стремится знать, как бегут и поглощают усики корней, соки почвы, как эти соки бегут по веточкам древесины вверх, как они распределяются в постоянные реакции на свет и тепло, перерабатываются и превращаются в атомистическую структуру ствола и ветвей, в зеленые листья, в белые и красные цветы, в зелено-желтые розовые яблоки и в грубую кору дерева. Вообще сам язык филонова, да, он тоже так довольно сложен, витиеват и по-своему поэтичен. То есть можно изображать не просто то, что видит глаз, а именно процессы внутреннего характера, которые происходят в природе. Как растения растут, развиваются, да, как появляются листья, цветы, плоды, как растения своими корнями впитывают соки из почвы, как растения затем плоды падают на землю, скажем, да, и перегнивают и становятся частью почвы. То есть такие вот органические процессы роста, развития, внутреннего движения. Вот то, что изображает на картине мастер аналитического искусства. И вот если мы вернемся вот к этой картине филонова, цветы мирового расцвета, то есть мы действительно видим, да, насколько живая поверхность вот этой картины. Вся вот эта изображенная материя кажется абсолютно живой, такой пульсирующей, вибрирующей, мерцающей, да, это формы, как будто бы действительно так, органически, самопроизвольно, без участия художника, растут, развиваются на наших глазах, порождают друг друга, да, как бы сами собой. Картина становится абсолютно таким вот самодостаточным организмом, да. По словам литературы веда Виктора Шкловского, филонов мечтал создать картину, которая держалась бы на стене сама, без гвоздя. Ну, может быть, это некая легенда, да, не обязательно этому верить, но во всяком случае это соответствует действительно творческим принципам филонова. Он воспринимает картину, как абсолютно такой вот самодостаточный, саморазвивающийся организм. И эти формы, да, напоминают то ли цветы, то ли какие-то мерцающие кристаллы. Ну, а, в общем-то, органическое и неорганическое для филонова не противопоставлены, потому что и то, и другое, да, они взаимосвязаны, это часть единого природного организма. И чем еще, конечно, поражают картины филонова? Это абсолютная такая вот, да, как я уже говорила, скрупулезность, ювелирная точность изображения. Ну, вот мне не удалось найти эту картину в таком хорошем разрешении. Насколько я смогла, вот увеличила небольшой фрагмент, ну, конечно, он тоже в полной мере не дает представления о том, как работал филонов. Принцип сделанной картины для него предполагал еще и действительно тщательность работы, проработку каждого квадратного миллиметра поверхности картины, внимание к каждому атому картины. Эта идея была для него принципиально важна. Он вообще высоко ценил такую вот ремесленную техническую сторону живописи. профессионализм, да, такое техническое совершенство. И сделанные картины, да, можно понимать и в этом значении, скрупулезно проработанные. И филонов начинал, да, вернее, всегда работал над своими картинами от частного к общему. Он не использовал какие-то общие наброски, этюды, эскизы. Он брал большой холст, а многие картины филоновы действительно большого размера. Он брал большой холст и сразу начинал на нем работать. Причем работал маленькой кистью. Это тоже было принципиально важно. Он не использовал больших кистей. И начинал наносить на картину краску. Вот такими вот мельчайшими мазками. Живописные единицы, как он их называл. Но живописная единица для него – это касание кистью холста. Да, то есть вот каждое такое касание – это некое действо, да, такой самодостаточный жест. И это касание воздействует как бы одновременно цветом и формой. Да, и вот весь процесс создания картины – это процесс вот этих вот живописных единиц. Да, последовательность таких вот живописных единиц. Как природа творит свои формы из атомов и молекул, так же и филоновские картины состоят вот из этих атомов и молекул. И вот такие наставления, да, филонов опять же давал. Упорно и точно думай над каждым атомом делаемой вещи. Упорно и точно рисуй каждый атом. Упорно и точно вводи прорабатываемый цвет в каждый атом, да, чтобы он туда въедался, как тепло в тело, или органически был связан с формой, как в природе клетчатка цветка с цветом. Ну и далее, да, начиная и ведя работу от частного к общему, от частного до последней степени сделанного, да, хорошо сделанного и развитого. То есть вот опять же идея проработки каждого атома. Вот. Ну и чем еще важна эта картина филонова? Тем, что здесь в самом названии появляется еще такое ключевое понятие и его теоретические концепции. Это мировой расцвет, да, мировый расцвет, вернее. Филонов произносил именно так. Филонов верил, что то искусство, которое он создает, это искусство будущего, которое приведет человечество к гармонии. И эту гармонию, да, вот это вот воплощение гармонии, он и обозначал словосочетанием «мировый расцвет». И вот это вот название появляется у него еще в целом ряде работ. Вот такой вот «ввод в мировый расцвет» картины 1914-1915 года. Ее можно назвать практически абстрактной. Но у Филонова не было такой абсолютной противопоставленности. Он не противопоставлял, скажем так, фигуративное искусство и абстрактное. В отличие от Малеевича, например, да, который утверждал, что искусство должно отказаться от подражания природе. У Филонова такой идеи не было. Он никогда не говорил, что искусство должно бросить, подражать природе. Поэтому и абстрактное, и фигуративное, ну, в общем-то, они действительно для него едины. И абстрактные, и конкретные его работы сделаны из одного и того же живописного материала. Сделаны из одних и тех же живописных единиц. И цвет вот этой картины – это цвет земли, да, цвет почвы. Здесь преобладают какие-то, да, такие серо-коричневые оттенки. Но сама поверхность картины выглядит такой вот, опять же, вибрирующей, пульсирующей, мерцающей, да, как какие-то причудливые кристаллы. Поэтому вот этот вот цвет серо-коричневый, он не делает ее какой-то пессимистичной, да. Это скорее почва, из которой рождается новый мир. И не случайно, да, вот еще одна его картина этих лет – «Германская война», да, тоже 14-15 год. Она очень напоминает вот этот ввод в мировый расцвет, которую я только что показывала. Здесь сходное цветовое решение, опять же, да, с преобладанием коричневого цвета. Эта картина, ну, здесь есть определенные фигуративные детали, и, в общем-то, они вполне опознаются, да, какие-то отдельные конечности, руки, ноги, ну, вот здесь вот в частности, да. Здесь вот в верхней части появляются изображения каких-то голов, лиц. И это можно истолковать как трупы погибших, да, на полях сражений, потому что эта картина на военную тему. Но, опять же, эта картина не абсолютно пессимистична. Филонов, у него есть и литературный опыт, литературное произведение, которое можно условно назвать поэмой, да, «Пропелень о проросле мировой». Да, вот это вот произведение как раз, где раскрывается вот эта его идея мирового расцвета. И вот там есть такие строки. «На немецких полях убиенный и убойцы прогнили цветоявом». То есть идея такой вот органической связи смерти и рождения, да. Убиенные становятся почвой, ну и затем из этой почвы вырастают цветы. И, в принципе, вот здесь, да, вот можно истолковать эту картину как такая смерть рождения, да, идея смерти, которая как бы оплодотворяет землю, да, и делает ее источником новой жизни. И, соответственно, не случайно, да, вот если вернуться, перекличка по цвету вот с этой картиной, которая посвящена теме мирового расцвета. Вот. Октябрьскую революцию Филонов принял. И принял с энтузиазмом, как и многие художники-авангардисты. Вот хотя в партии большевиков он никогда не состоял. Но само его мировоззрение утопично. Опять же, вот эта идея мирового расцвета – это утопия. И в революции он видел как бы средство воплощения, да, вот этой утопии. В этот период несколько видоизменяется его теоретическая концепция. И вот этот вот мировый расцвет, которого он ждал, начинает у него уже прямо ассоциироваться с социализмом, да, потому что он верил в возможность построения социализма, да, вот этого нового, совершенного, гармоничного мира. И мировый расцвет, и социализм, да, еще раз повторю, для него становятся синонимами. Художники-авангардисты были востребованы новой властью, ну, по крайней мере, в первые и послереволюционные годы, в 20-х годах. И Филонов тоже преподавал в этот период. Вот он работал в Государственном институте художественной культуры Генхуке в Петрограде. В Академии художеств он прочитал курс лекций по аналитическому искусству. И в 20-х годах вокруг Филонова объединяются молодые художники и образуется группа мастеров аналитического искусства МАИ. Состав этой группы менялся, и она была достаточно многочислена. Ну, среди главных имен, наверное, можно назвать Татьяну Глебову, Бориса Гурвича, Евгения Кибрика. И вот здесь на картине Филонова уже 30-х годов представлены вот эти вот мастера аналитического искусства. Трудно идентифицировать каждого из этих персонажей, но вполне вероятно, что они конкретны, что конкретных своих учеников Филонов здесь имел в виду. И они показаны у Филонова как такие вот сверхлюди. Сам колорит картины с преобладанием каких-то голубых, серебристо-стальных оттенков придает им характер каких-то сверхлюдей. Такие вот железные терминаторы. У современного человека, наверное, может возникнуть такая вот ассоциация. То есть такие вот несгибаемые творцы нового мира. Тема голов, которая представлена в этой картине, тоже для Филонова одна из ключевых, причем на всем протяжении его творчества. Вот Филонов писал, что ему неинтересно изображать штаны или шляпу человека, а интересно изобразить то, что происходит в голове человека. Для Филонова голова человека – это модель мироздания, ни больше, ни меньше. Это тоже своего рода целое вселенное пространство мысли человека. И здесь многие из этих голов, они как бы разомкнуты, как бы открыты во внешнее пространство. Поэтому вот этот фон, условно говоря, можно воспринимать как пространство мысли вот этих ударников. И это пространство заполнено как бы такими четкими геометрическими фигурами. Здесь преобладают некие прямоугольники, квадратики. То есть этот вот фон, условно, опять же говоря, имеет такую вот довольно четкую структуру. То есть можно это воспринимать как выражение ну вот какого-то такого момента упорядочивания, который вот эти ударники вносят в мир. То есть новый мир строится как бы вот на таких рациональных основах. Так, наверное, можно понимать идею этой картины. Вот ряд картин Филонова 20-х годов имеет название «Формулы». Название он начинает в этот период часто использовать. Одна из таких филоновских формул 20-х годов – это формула Петроградского пролетариата. 20-й, 21-й год. Тоже большой холст, состоящий из множества живописных единиц. И, конечно, такие картины требуют и такого же скрупулезного, внимательного рассматривания, да, концентрации на каждой детали. Но в общем виде, да, вот как в данном случае она представлена, Петроградский пролетариат – это движущая сила революции, да, главная движущая сила революции. Поэтому, видимо, его, да, Филонов избирает героем своей картины. Название «Формула», ну, естественно, говорит о стремлении художника дать наиболее, как бы, общее качество того или иного явления, показать самую суть какого-либо явления. Причем это явление может быть таким и отвлеченно-абстрактным, то есть некое абстрактное понятие. Пролетариат, например, да, в природе мы не видим пролетариат как таковой. Мы можем видеть конкретных представителей, да, пролетариата. А Филонов дает именно формулу, идею, собирательный образ. И, в общем-то, пролетарий на этой картине действительно есть, хотя его трудно усмотреть, но тем не менее, да, вот я увеличила верхнюю часть картины, и вот здесь вот можно видеть изображение лица, ну, вернее, здесь даже несколько лиц, оно как бы тоже здесь приемы, напоминающие футуристические, да, как бы вот несколько раз это лицо здесь представлено. Две пары глаз, да, вот по крайней мере здесь видны. Видимо, в данном случае он действительно стремился передать движение, да, вот этого персонажа. Это пролетарий, который шагает, такой собирательный образ пролетария. Нижняя часть картины, опять же, трудно было найти в хорошем разрешении, но вот здесь более-менее видны его ноги, причем их, по крайней мере, три, да, то есть шагающие ноги. Это пролетариат, который как бы, ну, может быть, ведет человечество, да, в прекрасное будущее. То есть вот если вернуться к картине в целом, да, то есть вот это вот главная фигура шагающего пролетария. Фон, конечно, выполнен сложнейшим образом. Из конкретных деталей, да, здесь только определенные архитектурные сооружения, вот такие вот небольшие белые домики. Ну, и они, может быть, противопоставлены вот этому корявенькому ветхому коричневому домику у самого левого края картины. То есть, может быть, это тоже момент противопоставления старого ветшающего мира и мира нового, да, такого вот светлого, оптимистичного. Ну, и основное пространство холста заполнено какими-то мельчайшими, сложнейшими формами, да, напоминающими какие-то окружности. Здесь очень много мотивов таких вот окружностей, которые перечеркнуты множеством диагоналей. То есть это делает пространство картины тоже очень сложным, динамичным, ну, и по-своему таким рациональным, да. Может быть, таким образом Филонов и выражает, опять же, идею динамики. Это шагающий пролетарий. Это пролетарий, который как бы на наших глазах творит новый мир. Диагонали, да, вот эти множество диагоналей передают динамику. Ну, а окружности, круг – это давний символ гармонии, совершенства фигура. Такая абсолютно самодавлеющая, замкнутая, лишённая идеи развития. То есть, может быть, таким образом Филонов передаёт своё представление о совершенстве этого мира. Вот. У Филонова есть не только образ пролетария, но и образ колхозника. Да. И, опять же, образ такой абсолютно просветлённый. Вообще в картинах Филонова 20-х, 30-х годов часто используется именно такой колорит с преобладанием каких-то светло-серых, много голубых оттенков. И этот человек, в общем-то, наверное, плоть от плоти, да, опять же, как всегда у Филонова и бывает. И пролетарий на предыдущей картине вот абсолютно как бы разомкнут с окружающим пространством, сливается с ним. И здесь, в принципе, эта идея тоже выражена, да. Его лицо как бы вот испечрено, да, вот этой сеточкой голубых вен. И это напоминает вот эту вот голубую поверхность реки. Вот. В его бороде какие-то зеленоватые, да, такие вкрапления, которые ассоциируются с цветом травы. И его глаза. Вот эту картину я нашла в большом разрешении, поэтому фрагмент я увеличила. Вот его глаза, ну, по сути, это тоже такая модель мироздания, да, человек для Филонова. Это действительно целый мир, да, целая вселенная. Вот. А еще одна филоновская формула 20-х годов – это формула весны и действующие силы. Опять же, картина практически абстрактная. Филонов, вот как видите, на протяжении всего своего творчества как бы колеблется, да, между абстрактным и фигуративным. И еще раз повторю, он не противопоставляет эти два, как бы, вида живописи, да. Вот эта картина практически абстрактная. Здесь сложно различить какие-то конкретные природные формы. Но, опять же, само состояние весеннего обновления, пробуждение природы, оно очень выражено здесь, да, оно абсолютно чувствуется. Вот это вот множество мельчайших точек. Ну, вот, опять же, увеличенный фрагмент картины, насколько я смогла это сделать. Все пространство холста заполнено вот этими мельчайшими точками. То есть, действительно, это можно себе представить. Сколько труда, да, какого напряжения и сил стоила художнику работа над каждой из его картин. И, действительно, эти формы дышат, да. Здесь чувствуется свет, воздух. Цветовое решение, опять же, вот такие вот светлые, нежные оттенки. Это весенние оттенки, да. Это, как бы, пространство, освещенное, да, какими-то вот неяркими лучами весеннего солнца. То есть, без конкретики, но, действительно, саму идею, формулу весны художник здесь прекрасно передает. Но не все картины этого периода у Филонова такие вот светлые и гармоничные. То есть, конечно, он увидел и оборотную сторону революции. Он увидел и разрушение. Он увидел и звериные инстинкты, да, которые революция пробуждает в человеке. И, поэтому, в этот период, да, у Филонова рождаются и образы такие вот мрачные, зловещие, которые в чем-то напоминают его дореволюционные работы. Вот такой вот зверь, да, или животное, другое название этой картины. Опять же, такое вот пугающее городское пространство, да, темные такие, хаотично нагроможденные друг на друга дома. И вот эти вот животные, да, это не светлые, добрые, очеловеченные животные крестьянских картин Филонова. Это какие-то зловещие монстры, да, с какими-то такими оскаленными зубами. Нечто подобное, да, подобные образы людей появляются у Филонова. То есть пролетарий, да, может у него трактоваться и как такой вот гармоничный образ, движущая сила, революция. Но вот это могут быть и такие лица, матросы с Азовского моря, да, лица не просветленные, а напоминающие, опять-таки, какие-то страшные, зловещие маски. Конец 20-х годов, 30-е годы – это был период для Филонова очень сложный, потому что ситуация меняется, меняется отношение государства к авангарду, художникам, авангардистам. Если раньше государство поддерживало авангард, потому что видели в нем, опять же, эту революционность, да, то, что созвучно самой Октябрьской революции, то к концу 20-х годов авангард все больше и больше осознается как явление чуждое новой советской действительности. И творчество Филонова, в том числе, начинает очень активно подвергаться критике. В 29-м году у него планируется персональная выставка, но она не состоялась. И против Филонова, да, разворачивается целая компания, его лишают работы, его учеников вызывают в НКВД на допросы, и это тоже, конечно, да, вызывало какое-то у него мрачное, депрессивное состояние. В 32-м году, когда вышло постановление о перестройке литературно-художественных организаций, были ликвидированы все художественные и литературные группировки этого времени, которых было много в 20-х годах, да. И в том числе и группа мастеров аналитического искусства, Филоновская группа, тоже прекратила свое существование. Хотя все равно они продолжали писать картины, они продолжали свои творческие контакты, но это группа, которая официально, да, уже не существовала. И вот это вот настроение Филонова этих лет выражается, в частности, вот в этой картине «Нарвские ворота». То есть это образ конкретной триумфальной арки в Петербурге, которая была построена в 19 веке, в 1827-31 годах, да, то есть где-то вот примерно за 100 лет до создания Филоновской картины. И эту арку венчает фигура Победы, да. У Филонова вместо этого появляется фигура некоего человека, ну, обычно его трактуют как пролетария, хотя трудно это утверждать однозначно. И вот эти вот лошади, которые мчат его вперед, да, они производят довольно зловещее впечатление. Если посмотреть на них внимательно, то они практически слепые, вот эти лошади, да. Вместо глаз у них какие-то темные провалы. Но опять же, вот если вспомнить ранние картины Филонова, да, его животные и лошади в том числе с такими вот добрыми глубокими глазами. А здесь совершенно другое явление перед нами. И посмотрите на их копыта. Они практически обрублены, да. То есть это как бы остановленное движение, отсутствие возможности движения. И сам вот этот вот условный пролетарий, да, который правит этими лошадями. Выражение его лица, ну, оно какое-то отчаянное, да. Он смотрит на зрителя и как бы сквозь зрителя, да. Да, как будто бы мчится прямо на нас, не разбирая дороги, да. Как бы такая дорога в никуда. Идея движения в никуда, да, таким образом выражается. Ну и, в общем-то, последние годы жизни Филонова во многом и были таким вот тупиком, да, движением в никуда. В этот период у него появляются и картины, выполненные в более традиционной манере. Ну, может быть, он стремился, да, как бы пытался создать картины, более понятные массам. То есть, конечно, аналитическая живопись Филонова была непонятна пролетариям. Была непонятно простым людям. А искусство 30-х годов, оно уже сознательно ориентируется на простого человека, на пролетария. Так что, может быть, именно на пролетария ориентированы и вот эти вот две картины 30-х годов Филонова. Ударницы на фабрике «Красная заря» и тракторный цех Путиловского завода. Для Филонова, опять же, вряд ли здесь было какое-то противоречие, потому что, опять-таки, да, реалистическое и аналитическое искусство для него не были противопоставлены. То есть, нельзя сказать, что он как-то преодолевал себя, да, наступал на горло собственной песни, создавая вот эти работы. Но, тем не менее, эти работы тоже были подвергнуты критике за отсутствие психологической глубины образа. Вот, в этот период Филонов создает и портрет Сталина. Опять же, не стоит, наверное, в этом видеть попытку какого-то компромисса со властью, да, стремление как-то вот подлизаться к власти, да, попросту говоря. Филонов неплохо относился к Сталину, поэтому можно понимать эту картину как такое вполне искреннее, да, внимание к личности вождя. Ну, и опять же, здесь он обращается к такой более традиционной, да, более понятной широким массам манере изображения. Вот, но, тем не менее, последние годы Филонов действительно был лишен возможности официально работать. Он ввел абсолютно такое вот нищенское, да, полуголодное существование, и умирает он в 1941 году. Это был блокадный Ленинград, голод, которого художник не смог перенести 3 декабря 1941 года. И судьба творческого наследия Филонова тоже очень интересна. Его картины сохранила его сестра Евдокия Глебова. Дело в том, что Филонов принципиально не продавал свои картины. Это была его действительно принципиальная позиция. Он считал, что если картины будут рассеяны как бы по разным местам, по разным коллекциям, это мешать будет воспринимать его творчество в единстве. А для него было это очень важно. Кроме того, картины для него – это дети. А детей не продают. Поэтому ему предлагали продавать картины. В 30-х годах его творчество становится известным в Европе. Это в Советском Союзе он не востребован, да, а в Европе он становится известным, и много внимания к нему, да, в этот период. Но картины свои он не продавал. Был такой факт, когда отделу ИЗО, наркомпросу, он продал несколько картин, но потом он очень об этом жалел. Вот поэтому потом принципиально от этого отказывался. И его работы сохранила его сестра, и затем она передала их в русский музей. Там, правда, они довольно долго находили в безопасниках, но сейчас они в постоянной экспозиции государственного русского музея. Так что, в принципе, это редчайший случай, когда почти все картины одного художника находятся в одном собрании. Как правило, да, картины того или иного художника рассеяны по разным коллекциям. Вот поэтому и в собрании Нижегородского художественного музея Филонова нет. Но вот экспозиция русского музея дает довольно полное представление о его творчестве, о его аналитической живописи. Филонов действительно одна из самых ярких и самых самобытных фигур русского авангарда. Вот. На этом я, наверное, завершаю. И благодарю вас за внимание. Продолжение следует...